всем привет добро пожаловать на мой канал здесь мы как обычно обсуждаем аптечную косметику и уход за кожей так как прошлый выпуск про обзор бренда лирошпозе первая часть не особо активно набрала просмотры я решила что мы будем разбавлять эти обзоры какими-то отвлеченными темами например сегодня мы поговорим о средствах с кислотами это достаточно обобщенная тема мы не будем на протяжении там целого часа выясняет с вами теоретические моменты какой должен быть ph какая должна быть кислота с чем ее сочетать и так далее я хочу предложить вам конкретные варианты средств рассказать как они работают как их лучше применять и какие примерно кислоты не вплоть до концентрации но тем не менее входит его состав и еще немного уточнений здесь будут разделения так как средства с кислотами встречаются нам на каждом этапе ухода мы начнем с очищения и закончим дополнительным уходом но пожалуйста не нужно воспринимать это как схему ухода то есть брать из каждой категории по средству и собирать это все в один уход это будет просто чересчур выбираем одно средство которое комбинируется с вашим имеющимся уже базовым уходом которое вам больше понравилось и которое можно подключить ваш уход также мы не используем средства из этого видео если у вас обострение дерматита розация по каким-то иным причинам поврежденная раздраженная кожа или очень чувствительно это с осторожностью и не используем эти средства на курсе системных ретиноидов и не сочетаем с другими кератолитиками ну и сразу скажу что обязательно мы используем дневное время средств с спф допустим сейчас зима да это нет не особо активное солнце но тем не менее очень много уходовых средств которые содержат небольшой фактор защиты вот их как раз лучше сейчас и применять дневное время если у вас допустим на ночь какие-то средства из сегодняшнего выпуска начнем с этапа очищения кожи здесь я хочу привести вам два примера и в первую очередь рассказать о самой свежей новинке в аптечной косметике у бренда биодерма в каме себе он вышел интенсивно очищающий гель с кислотами он такого зеленого цвета как их лосьон выпускается только формате 200 миллилитров туба уже есть продажи на некоторых сайтов с аптечной косметикой что в составе там салициловая и гликолевая кислоты точной концентрации к сожалению не нашла если я ее узнаю то обязательно в инстаграме поделюсь stories об этом для чего вообще такие гели делают вагами для проблемной кожи ведь обычно классические гели уже содержит какое-то небольшое количество кислот себе регулирующих компонентов и так далее это более интенсивное глубокое очищение кожи с именно отшелушивающим эффектом то есть его можно использовать не только для лица можно использовать и для зон декольте для спины если там тоже есть акне это будет актуально плюс я считаю это все-таки средство не для ежедневного применения это такое несколько раз в неделю для более вот повторюсь глубокого очищения кожи именно ее отшелушивание то есть вы отшелушиваете кожу без абразива это очень удобно очень комфортно и правильно в случае если на коже есть активное воспаление ни в коем случае мы не применяем скрабы гаммаж и все что содержит какие-то вот именно такие механические частицы его я обязательно попробую поделюсь об этом в инстаграм сделаю подробный обзор покажу текстуру и так далее но переходим к следующему варианту которым хочу рассказать которые уже точно пробовала и мне есть свое личное мнение на этот счет это микро отшелушивающий гель эфаклар от ли рожь позе выками для проблемной кожи уже два чащих средства именно для умывания это классический гель синие факлар и вот зеленый он вышел если не ошибаюсь наверное но уже больше года назад наверное 2020 году если не ошибаюсь может быть даже еще раньше я его сразу купила и попробовала у меня был объем 400 миллилитров это с дозатором флакончика он бывает еще в тубе по 200 миллилитров опять же кислоты салициловая липогидроксий кислота они сочетаются в этом средстве и это и действительно интенсивное отшелушивающее средство для умывания лучше все-таки использовать несколько раз в неделю я считаю это более будет правильно нежели каждый день утром и вечером очищать кожу только если на у вас не очень какая-то плотная очень такого жирного типа может быть вам такое ощущение подойдет но я придерживаюсь того что это все-таки для применения несколько раз в неделю мне он понравился больше для тела именно как вариант замены геля царовые эссе и только еще его более интенсивная версия для участков с гиперкератозом потому что он прекрасно отшелушивается своей задачей выравнивать рельеф кожи он справляется с очищением конечно же тоже моем случае для чувствительной кожи лица с розацией он не не подходит это очень такой вот практически до скрипа на моей коже очищающее средство поэтому я использую только для тела также сюда можно было еще несколько вариантов приписать например вот у нормодерн фитосолюшен гамму виши их глубоко очищающий гель для проблемной кожи он ведь тоже с кислотой салициловой кислотой в концентрации 2 процент но повторюсь я здесь собрала вот именно которые созданы для вот такого отшелушивающего эффекта они заявлены как еще более интенсивные чем классические версии в гаммах поэтому вот такие два варианта я вам предлагаю допустим у вас уже есть базового ухода ежедневное очищение увлажнения сыворотки если это нужно солнцезащита и вам хочется добавить какого-то более глубокого такого очищения несколько раз в неделю почему бы и нет если повторюсь у вас не раздраженная не очень чувствительная кожа обратите внимание на эти два средства еще один важный нюанс который относится в принципе ко всем гелем для очищения жирной проблемной кожи из аптечной косметики пожалуйста не используйте его для очищения контура глаз ни одной из них до этого не предназначена не только те которые я сегодня перечислила как для глубокого очищения но и классический гель себе классические синий гель и факлар не предназначены для контура глаз к чему я это потому что практически каждая девушка которая попадает ко мне на консультацию и у нее есть в уходе что-то из подобных линеек для очищения кожи используют это средство чуть ли не не для удаления макияжа с глаз они для этого не предназначены пожалуйста не издевайтесь так над своей кожей контур глаз но очень хрупкая она у нас достаточно чувствительная и потом это все скорее обернется если не раздражением да если вам повезет раздражение не будет то в конце концов у вас просто быстрее появится линия обезвоженности морщины зачем вам это нужно думаю что это вам совершенно ни к чему какие средства можно если вы хотите именно умываться и затрагивать контур глаз то вот допустим крим пенка сыровые которые вам рассказывала в обзоре на этот бренд подходит для контура глаз биодерма сенсибио гель очищающий тоже подходит просто обращайте внимание пожалуйста на упаковку чаще всего там будет написано что допустим пройден офтальмологический контроль либо там будет написано не использовать на контур глаз пожалуйста читайте упаковку это очень важно и чтобы потом конечно не получить каких-то неприятных последствий от средства далее у нас идет формат тоников лосьонов называете как хотите производитель может называть свое средство в этом плане абсолютно как хочет любой лосьон если вам кто-то вдруг рассказывает байки про то что там вот лосьоном тонизирующим можно называть только то что содержит спирт или то что не содержит спито спирта вот тоник это только вот это на самом деле на все можно найти конкретные примеры иногда называется и тонизирующий лосьон иногда и просто лосьон иногда тоник тонер на самом деле в этом плане производитель не ограничен он как хочет так и называет текстура опять же абсолютно здесь не имеет значения как тоники так и лосьоны бывают жидкие густые и так далее я могу на все это привести конкретный пример поэтому пожалуйста здесь не надо создавать путаницу все это из одной категории но так как у нас все эти тоники лосьоны могут выполнять разные функции да кто-то будет содержать все дополнительное увлажнение кто-то кислоты вот от которых мы сегодня поговорим кто-то еще какие-то актив где-то витамин c для осветления тона кожи то по этой категории их нужно различать да то есть по их непосредственному действию но в целом название это особо ни о чем не говорит так вот что касается тоников лосьонов с кислотами это очень удобный достаточно востребованный формат почему легко наносить локально допустим моем случае я не могу наносить такие средства на все лицо чаще всего у меня будет пойдет раздражение на коже щек и там у меня не бывает воспаление практически поэтому мне нужно только для т-зоны умывать отдельным средством т-зону будет странно и будет неудобно согласитесь наносить еще какой-то крем да или сыворотку локально тоже можно и лосьоны в том числе это достаточно удобно при помощи ватного диска и в этой категории у меня есть огромный любимчик мой большой фаворит это тоник урьяш иссяк гамма для проблемной кожи у них называется иссяк и вот в прошлом году если не ошибаюсь может быть даже раньше немного они поменяли эту гамму они обновили они обновили дизайн свет самой гаммы и некоторые средства подверглись изменению в составе в том числе тоник они его немножко улучшили в том плане что добавили очень много глицерина он спиртовой сразу скажу я буду называть где есть спирта где нет потому что я знаю что кому-то принципиально знать есть ли там спирт но в средствах с кислотами спирт это абсолютно нормальная тема не пугайтесь этого компонента потому что он здесь выполняет определенные функции и больше чем можно его вообще поместить в косметическую банку его туда не нальют поэтому не переживайте за это особо но естественно такие средства мы сопровождаем хорошим увлажнением так вот урьяш иссяк тоник содержит гликолевую молочные яблочные кислоты все это в комплексе указывается как 3 процента он достаточно деликатный вот правда если вы такой вот новичок вы хотите научились приучать начать приучать кожу кислотам то обратите внимание этот тоник он еще и достаточно бюджетные для своего соотношения объема качества и цены он стоит меньше тысячи рублей вот за 900 за 800 рублей можно найти деликатные кожи несмотря на то что есть спирт он не сильно ее пересушивать не сильно раздражает кислоты да есть гликолево на ее крайне мало яблочная вообще деликатная кислота поэтому обратите свое внимание что делает он будет прекрасно работать с рельефом кожи будет уменьшать воспаление если они есть но опять же мы не говорим о том что мы этими средствами лечим акне это вот просто если у вас бывают локальные воспаления неровный рельеф закрытые комедоны и так далее то это вот для вас вариант в том числе при наличии черных точек немного будет сужать поры но это опять же временный эффект вот больше всего лично мне он понравился работой с рельефом действительно это делает заметно быстро и очень хорошо и деликатно кожи никаких негативных реакций у меня не вызвало но повторюсь наносила только на те участки которые у меня не такие чувствительные на лице если например рьяшийся актоник не всем будет комфортно использовать ежедневно возможно через день наиболее оптимальный будет вариант но опять же дать для каждого индивидуально то следующие два варианта во первых не содержит спирта для кого-то это важно во вторых идеально подходит как ежедневные тоники лосьоны для лица для жирной комбинированной проблемной кожи и первый из них это себиум лосьон опять же от бренда биодерма нельзя его не упомянуть здесь достаточно популярные тоже средства там нет спирта повторюсь там из кислот салициловая кислота и много запатентованных компонентов которые бренд использует во всей гамме себиум для нормализации выработки кожного сала для выравнивания рельефа и так далее из минусов для меня липковат если честно он действительно оставляет такую липкость на коже по крайней мере на моем опыте но вы в принципе потом перекрываете кремом и все это немножечко становится менее заметны скажем так но действительно подходит на ежедневную основу он будет матировать кожу будет работать с воспалениями будет работать с рельефом поэтому обратите свое внимание на него и второй деликатный вариант это дюкрей керакнил лосьон вообще бренде укрей его гамма для проблемной кожи очень недооцененная на самом деле на мой взгляд там много классных средств и в этом выпуске будет сразу несколько потому что эту гамму я пробовала и очень хочу поделиться лосьон у дюкре тоже деликатные там есть экстракт экстракт гамомелиса помимо кислотных компонентов не содержится спирта и он хорошо сужает поры выравнивает немного рельеф воспаление уменьшает но скажем так эффект не такой ярко выраженный как допустим и турья 6 актоника да то есть нужно понимать что это просто такой ежедневный очищающий тоник балансирующие вашу кожу балансирующие выработку кожного сала в составе салициловая гликолевая и молочные кислоты опять же там не указывается процент на я думаю там не больше трех все это вместе процентов поместили туда поэтому переживать не стоит я кстати наносил его вообще на всю поверхность кожи лица при том что нам не очень чувствительны и и никаких неприятных ощущений он не вызвал поэтому вот если ищите что-то ежедневное да не с максимально быстрым эффектом не за пару применений но вообще нужно понимать что кислотным средством как правило нужно давать время вообще в идеале месяц постоянного использования либо по схеме конкретного средства чтобы заметный такой выраженный эффект был но вот эти два варианта 7 биом лосьон и керакнил лосьон они конечно очень деликатны это вот на постоянную основу можно брать но повторюсь если кожа не раздражена если вы не на системных ретиноидах если вы не получаете наружную терапию кератолитиками какими-то то есть тут важно учитывать что у вас уже есть в уходе возможна терапия и какого состояния кожи поэтому я не могу не я никогда не отвечаю на вопрос вот какой мне там кислотный тоник взять потому что я ничего о вас не знаю я не знаю что у вас кожи и так далее это все конечно нужно рассматривать индивидуально но выпуск нацелен на тех кто понимает что им нужно подключить в уход подойдет им это или нет по эффекту то есть для таких людей которые скажем так азы уже какие-то понимают в уходе за кожей и последняя из категории тоников и лосьонов это средство самое мощное вообще которое можно найти с кислотами в аптечной косметике это бренд нарева которая к сожалению в данный момент в россии вот уже последний примерно год отсутствует на поставках вообще не поставляется не возится в россии только если где-то вы видите в аптеках это остатки но так как этой весной они обещают к нам вернуться я очень надеюсь что это правда произойдет потому что бренд достойный я включила в этот выпуск несколько их средств потому что вы должны о них знать и возможно уже знаете потому что и гамма для проблемной кожи эксфолиак она неимоверно популярна и я думаю вы с ней наверняка сталкивались так вот у них есть эксфолиак лосьон он спиртовой он с кислотами более того там комплекс аха кислот 13 процентов примерно там 12 с чем-то если не швасть везде вообще разная информация в разных источниках ну вот что я точно смогла найти вообще изначально он был создан не для лица у него такой небольшой флакончик если не ошибаюсь 125 миллилитров он создан для нанесения на кожу спины например еще поэтому там такая высокая концентрация чтобы как раз для более плотной такой кожи для лица конечно это жутко огромная вообще концентрация на то как он стирает буквально воспаление с лица конечно вместе немножко с защитным барьером кожи но если подойти к нему с умом понимать что это такой формат жидкого практически пилинга несмываемого если все-таки у вас уже базовый уход налажен вы понимаете что вашей коже это не сильно навредит то конечно обратите свое внимание так вот был создан первую очередь для обширных участков поэтому он в такой вот жидкой форме не сильно большом объеме он концентрированный чтобы наносить там при помощи ватного диска там на кожу спины но настолько рабочий что люди многие стали конечно применяйте для лица но говорю еще раз с большой осторожностью у меня было два флакона я очень аккуратно локально несколько раз в неделю его применяла ну да это конечно самое рабочее что можно придумать с кислотами это для тех кто любит видеть эффект достаточно быстро но подходить нужно к умом таким средством и конечно не новичкам если вы уже кислоты до этого использовали понимаете что это такое то тогда конечно обратите свое внимание и помимо комплекса кислот там еще без оболол и цин конечно же вообще состав кстати не сильно большого этого средства но достаточно рабочий и еще несколько средств в этом выпуске из гамма x поляк обязательно будет потому что бренд очень достойные гаммы в том числе дальше мы переходим к разделу сывороток вообще за последнее время сыворотки это мои любимые средства уходе я комбинирую их тестирую очень большое количество потому что это безумно удобно ты подключил свой базовый уход сыворотку которая тебе нужна по потребностям кожи и пользуешься ей с удовольствием у меня сегодня выпуске не будет свочей не будет конкретных баночек практически в живую все будет в картинках но есть два средства которых я как раз в разделе сыворотками хочу вам рассказать в то что у меня вот просто есть дома в данный момент в первую очередь самое мощное что я считаю из раздела сывороток из аптечной косметики с кислотами это концентрат эфаклар концентрированная сыворотка эфаклар это средство которое на мне по крайней мере дает слишком быстрый результат то есть мне не нужно там ждать неделями чтобы увидеть что рельеф выровнялся что какое-то воспаление прошло и так далее но она потому быстрее работает что он достаточно такая ядреная не нужно подходить опять же с головой понимать что ваш ход это вписывается водить желательно постепенно лучше с одного-двух раз в неделю переходить на ежедневное применение смотреть как ваша кожа отреагирует вообще мне есть не очень большой пост подробнее как ей пользоваться в инстаграм поэтому если вы до сих пор не подписаны если вы пришли не из инстаграм смотреть этот выпуск то пожалуйста подпишитесь ссылочка будет в описании из кислот здесь гликолевая салициловая и липогидроксикислота которую так любит в гамме и фоклара добавлять средства для того чтобы немножко снизить побочные до эффекты в виде немного раздражения кожи здесь нейросенсин и термальная вода лирош пазе они рассенсине мы как раз говорили в прошлом выпуске где был обзор на гамму толеран дерма лирко здесь конечно же есть спирт но повторюсь это здесь необходимая такая штука поэтому бояться его не стоит буквально 2 максимум 3 капель хватает на одно применение наносить ежедневно если вы ее уже вели в уход постепенно один раз в сутки на ночь под крем обязательно мы это все сопровождаем хорошим увлажнением желательно сопровождать это еще бережным очищением кожи не до скрипа и повторюсь днем мы используем средства спф первую очередь она шикарно работает с рельефом вот что она точно дает наглядно по эффекту это рельеф закрытые комедоны тоже все к ней по воспалением ну да конечно воспаление она уменьшает особенно если такие вот неприятные подкожники они достаточно быстро рассасываются постакне тоже сюда у меня вообще настолько тонкая кожа что для меня это своеобразный пилинг это сыворотка потому что через пару применений в местах где у меня либо было только что свежее воспаление либо это вот какие-то не старые такие постакне у меня буквально пластом таким отходит кожа не знаю как это даже вам объяснить в общем кожа очень быстро обновляется этой сывороткой но я не использую ее прям каждый день потому что для меня это слишком не подходит схема через день ее использовать и эффекты я вижу достаточно быстро и кстати в том же инстаграме я показывала фото до после по моему они мне в актуальных сокры сохранены поэтому обратите внимание вот из гаммы фоклар вообще это моё самое любимое средство считаю его нужно попробовать если у вас закрытые комедоны вы не знаете что с этим делать вы хотите какое-то кислотное средство но пожалуйста подходите с умом и лучше почитать сначала пост который я о нем написала дальше я бы разместила сыворотку которую я сейчас активно тестирую это бренд тавен гамма клинанс вум и вообще это новинка двадцать первого года ее не было в ролике про новинки потому что она вышла второй части года и на тот момент у меня даже не было ее вообще никак на пробу то есть я не толком ничего не знала вот ближе там концу года она появилась сначала расскажу что вообще это за гамма то есть клинанс гамма это для проблемной кожи бренда в я думаю все знакомы там с очищающим гелем с кремом гидро и так далее там есть еще маска и концентрат клинанс комедомед я думаю вы все о нем слышали клинанс вумен в россии два средства первое это сыворотка который мне в руках и второе это ночное средство там содержится ретиналь оба средства в первую очередь созданы для возрастной кожи с акне то есть когда уже есть и возрастные изменения и есть при этом воспаление чтобы это все в комплексе корректировать на ночь у нас есть ретиналь который да будет разглаживать и рельеф работать с морщинами возможность пигментации и сыворотка с кислотами с запатентованными комплексами против воспалений тоже будет работать она наносится утром и вечером под крем у меня ночного ухода нет но я его пробовала у меня был такой небольшой отливат мне он вполне понравился вообще не раздражал кожу по крайней мере с нескольких применений а вот сыворотку я тестирую две недели сейчас и конечно буду писать о ней подробный пост когда я закончу что хочу сказать я очень впечатлена почему я начала ее использовать и на тот момент я не знала какая концентрация здесь гликолевой кислоты здесь вообще гликолевая кислота и молочная я начала использовать использовала несколько дней все замечательно потом я нашла у себя информацию которая оказывается у меня уже давно была на эту сыворотку какая здесь концентрация кисло здесь молочные 2 процента а гликолевая 10 процентов почему это меня впечатляет потому что я гликолевую в такой концентрации просто не переношу если она там где-то еще три процента хорошо все как бы нормально но если она там в такой концентрации как 10 и выше я получаю от нее ожоги у меня начинается обострение розации я вообще не переношу такие средства опять же почему это вполне объяснимый факт для действительно очень чувствительной кожи для кожи с розацией гликолевая кислота это не та которую нужно использовать потому что за счет низкой молекулярной массы на проникает достаточно глубоко в кожу у нее достаточно высокий раздражающий потенциал поэтому обходить ее стороной именно высоких концентрациях если на где-то там в комплексе если концентрацию вообще производитель не укажет скорее всего ее мало хотя у этого средства на упаковке он ее тоже не указывает информация которая есть у меня она такая достаточно для узкого круга людей скажем так ну то есть для потребителя он и не указывает что я считаю конечно не очень хорошо если честно потому что вот опять же но я увидела что там гликолевая но думаю но наверное как вот везде этому дюкрей не добавляет еще в каких-то средствах может быть там три процента да он может чуть больше использую нет никаких раздражений все круто да здесь может быть так как-то скомбинирована с другими с компонентами этого средства что у меня не вызвало раздражение я использую две недели на ночь наношу на всю поверхность кожи лица естественно избегая контур глаз и прикрываю все это кремом не поймала пока никакого раздражения работает ли она работает на мне в плане воспаления у меня очень было много подкожников и за ношение маски не только я долго не могла их ничем убрать и вот эта сыворотка действительно с ним исправилась буквально дней за пять на их очень сильно уменьшила в объеме и дальше уже началась работа с пустах на но если вы хотите работать именно с рельефом то это не тот вариант который быстро вам даст результаты я пока не знаю даст ли вообще потому что с моим рельефом она не работает пока что никак конечно две недели это очень мало нужно минимум использовать такое средство в месяц и только начинать потом отслеживать результат но тем не менее вот допустим да и факлар мы сравниваем ну это такие два средства которые нельзя сравнивать просто хотя потому что вот это средство в тысячу раз ядренее чем вот это это будет классно для новичков это будет классно для такой вот немного чувствительной кожи это с осторожностью лучше просто для новичков либо для возрастной кожи да как кому нужны кислоты на вроде бы не так активно там немного воспалений может быть какие-то единичные присутствуют и не сильно выражены постактно достаточно мягкая как бы это странно не звучало потому что все таки концентрация гликолевая здесь достаточно высокая из плюсов здесь не могу не отметить упаковку это герметичная упаковка без доступа воздуха плюс это не уменьшение срока после вскрытия то есть можете использовать до конца ее основного срока как раз вот в отличие от сыворотки факар да где упаковочка с пипеткой где прямой доступ воздуха и так далее конечно никак компонент от этого не портится формула все предусматривает но тем не менее вот это может для кого-то казаться более удобным и более симпатичным вы возможно подумайте как смотреть здесь сколько средства осталось все очень просто просто включать фонарик на телефоне подставляйте его к донышку средства и вот здесь внутри есть второе дно у этой упаковки она постепенно поднимается в соответствии с тем как вы выдавливаете это средство поэтому здесь вполне все можно увидеть и достаточно удобно ее использовать еще по эффектам я не все отметила до рельеф я не вижу чтобы она работала воспаление я сказала еще важный нюанс я действительно заметила в ней себорегулирующее действие но не из серии когда мы просто взяли подсушили кожу или добавили компоненты абсорбирующие кожное сало и вроде бы такая кожа стала матовая именно в перспективе кожа стала в течение дня меньше жирнится вот в т-зоне особенно куда я соответственно ее в первую очередь и наношу и сальные нити в зоне носа стали менее выраженные поры выглядят внешне опять же поры мы косметиками совсем не сужаем это в курсе этой ситуации но такой вот косметический эффект более выглаженный кожи после нанесения впитывания такая мягкая приятная визуально она выглядит очень приятно то есть это не какое-то краснеющее лицо после нанесения кислот а это именно приятное такое косметическое средство с воздействием на воспаление на постакны и я надеюсь что в перспективе на рельеф посмотрю как будет со мной и последняя сыворотка которая хочу рассказать еще более деликатный вариант и будет классно для новичков это опять дюкре гамма керакнил как лосьон о котором я рассказывала разглаживающая сыворотка очень многим она нравится если вы знакомы с брендом дюкре вы наверняка знаете эту сыворотку она собирает массу положительных отзывов в ее основе азелаиновая кислота опять же к сожалению не знаю процент его не указывает производители не смогла найти эту информацию и добавлено еще гликолевая но я думаю что совершенно не в большом проценте также запатентованный компонент такой миртоцины это антибактериальное растительного происхождения средства которое воздействует на воспаление это запатентованный компонент компании перфабр куда как раз относится бренде к дюкре дюкре а вен и так далее вообще это самая бюджетная сыворотка и сегодняшнего и сегодняшней категории она стоит где-то тысячу тысячу сто рублей если вы ее понимаете в наличии по что я постоянно нет она то появляется то исчезает с поставок вот эта сыворотка стоит примерно 1600 рублей но здесь надо понимать 30 миллилитров объема для сыворотки это очень хорошо вам и действительно надолго хватит и факлар это примерно 2 2 200 2 300 по стоимости но опять же две-три капли на одно применение это максимум который нужно носить поэтому это все расходуется достаточно экономично так вот дюкре керакнил разглаживающая сыворотка результат не быстрый результат именно на выравнивание выравнивание рельефа и тона кожи с небольшими воспалениями конечно перспективы работа это то что не даст вам за пару применения эффекта это нужно брать это средство и тестировать два-три месяца стабильно в уходе и тогда вы увидите действительно хороший результат ну либо не увидите его в контексте конкретно вашей коже все нужно рассматривать индивидуально я обязательно ее куплю себе потому что после вот этой сыворотки уже гликолевую кислоту я не так сильно боюсь и в дюкре сыворотки она точно небольшой концентрации точно не 10 процентов я почему-то в этом уверена потому что в комбинации с золоинкой такую концентрацию гликолевой вряд ли добавят и она деликатная повторюсь я вот ее хочу попробовать когда закончу тестирование сыворотки клинансвумен поэтому обратите свое внимание если вдруг вы хотели познакомиться с брендом дюкре у вас проблемная кожа то вот гамма керакнил это то что будет для вас актуальным и сто процентов скорее всего будьте довольны результатом если не будете ждать его за пару применений сюда в категорию после сывороток я хочу включить ночной пилинг биодерма себе вы скажете зачем мы сюда пилинг а затем что это необычный пилинг а если вы смотрели обзор на бренд пиодерма то вы знаете о чем я говорю это пилинг который мы не будем смывать которые будем использовать ежедневно соответственно это будет похоже на применение сывороток с кислотами бренд может назвать средства по сути как хочет это раньше была ночная сыворотка ничего с ней не произошло изменилась упаковка и название мы получили ночной пилинг ну вот производитель посчитал даже так будет более корректно но теперь очень много людей которые используют этот пилинг как типичный пилинг то есть наносят на 10-20 минут и смывают и не каждый день соответственно результат они не видят средством они недовольны брендом они довольны и таких людей масса потому что читать упаковку любят не все они просто вот у нас берут и картонная упаковка идет на выброса флакон остается и мы его просто как вот видим по названию так и использую поэтому пожалуйста это средство мы наносим курсом 4 недели перед каждым сезоном такой курс проделывается значит 4 недели ежедневного применения на ночное очищенное сухое лицо через 20 минут я рекомендую наносить увлажняющие средства хотя бы себе ум гидру даже которая есть в этой гамме либо еще какое-то комфортное лично для вас потому что это гелевая такая текстура ночного пилинга который абсолютно никак не увлажняет плюс все-таки кислота будет подсушивать кожу я знаю что многие конечно до сих пор у нас любят производители подсушивать проблемную кожу но это в корне неверное поведение с такой кожи ей тоже нужен защитный барьер он ей пригодится ее тоже нужно увлажнять поэтому обратите пожалуйста на эти моменты свое внимание и не смывайте это средство использовать ежедневно там 15 процентов гликололевой кислоты но она достаточно адаптированная для кожи и если у вас не чувствительная кожа не с повышенной чувствительностью не с розацией то средство вам не будет вызывать неприятных симптомов как например на мне она оставляет буквально ожоги но повторюсь а гликолевая в таком проценте для меня уже просто перебор и это средство я вам рассказываю исключительно для того чтобы о нем знали и понимали как его правильно использовать и не делали ошибки которые я наблюдаю просто на постоянной основе мы наконец добрались до кремовых текстур это достаточно удобный вариант использования потому что вам не нужно носить сначала допустим кислотную сыворотку потом прикрывать все это увлажняющим кремом перечисленные далее средства можно использовать уже как полноценный уход допустим на ночь вместо крема и сыворотки вместе первое о чем хочу рассказать это опять бренд нарева опять гамма-экс фолиат мы готовимся к ее появлению поэтому я хочу об этих средствах говорить если вы живете не в россии то для вас вообще не проблема эти средства приобрести а если даже живете в россии то заказать их из европы тоже можно эксфолиат как на мега 100 и 200 разница будет в концентрациях исключительно на мне сотка уже прекрасно работала 200 конечно уже более такая ядреная не для новичков там у нас и просто содержится свободные кислоты преимущественно это аха кислоты эфиры этих самых кислот и все это в хорошеньких таких концентрациях может быть покалывание пощипывание но в целом если без отеков и зуда то значит средства вполне можно вам использовать опять же не на чувствительную не на раздраженную кожу матирует выравнивает рельеф работает с воспалениями собирают тысяч довольных отзывов просто если вы заглянете загуглить эти средства то вы убедитесь о чем я говорю сейчас и я все-таки из этой категории средств рекомендую использовать как ночной уход а утром уже наносим средств с спф потому что там под макияж вот эти средства с кислотами плюс вы еще сверху тогда должны будете нанести спф все это может в какой-то момент дать просто раздражение ну на мой взгляд не очень это как-то будет комфортно поэтому все-таки лучше на ночь это будет более актуально и что дальше у нас идет более деликатные варианты от урьяж и биодерма то есть вот так на мигает и прям активные такие средства в кремовых текстурах 100 и 200 как я уже сказала два варианта у них есть а вот урьяж три регул уход из гамма исиак опять же для проблемной кожи и из гаммы 7 бренда биодерма уход глобаль я думаю что если вы подписаны на инстаграм и подписаны достаточно давно то вы про 7 глобали очень много от меня слышали потому что раньше я использовала один флакон за другим обожаю это средство это вот такие 2 2 деликатных варианта действительно для новичков для какой такой кожи немножко склонны все-таки к чувствительности возможно но с осторожностью или если вот вы никогда не использовали кислоты и хотите с чего-то начать здесь преимущественно эфир и кислот то есть допустим урияж и сиак 3 регул он содержит 10 процентов эфира яблочной кислоты достаточно деликатная штука плюс небольшие концентрации кислот таких как гликолевая молочная салициловая ну очень маленьком количестве поэтому не пугаемся не жжет никак не раздражает кожу если вы наносите не на поврежденные естественно а у 7 глобали еще легче текстура чем у исиак 3 регула и увлажняет он крайне слабо поэтому все-таки утром у нас хорошее увлажнение на ночь вот эти два средства точнее один из них значит все в глобале у нас салициловая кислота эфир и фруктовых кислот цинк экстракт ламинарии гинкобилоба в общем там у них патент флюид актив который включает себя много разных компонентов активных для себорегуляции для устранения воспалений и так далее вот бедра массивом глобале очень вам рекомендую у некоторых он скатывается я знаю такие встречала отзывы поэтому повторюсь на ночь шикарно на утро достаточно спорно я бы не стала но все могут по-разному использовать это средство и по показаниям его можно и утром и вечером дальше снова крем самый плотный по текстуре всех которые я здесь перечислила и перечислю это снова дюкре гамма керакнил и средства керакнил control у него интересный такой тюбик с удобным носиком для нанесения можно использовать конечно же на всю поверхность лица избегая контур глаз но я повторюсь использовала его локально на проблемные участки здесь аналогично сыворотки у нас гликолевая кислота компонент миртоцина запатентованный но здесь молочное вместо золоиновый и все это я думаю в адекватной концентрации опять производитель нам не говорить точно сколько здесь это все процентов содержится поэтому остается только догадываться очень насыщенная плотная текстура красный классный такой прям крем который повторюсь очень наносить на ночь но если вам комфортно и позволяет ваш уход и наносить пожалуйста и утром и вечером как хотите впитывается прекрасно то есть не пугаемся плотной текстуры да на жирную там кожу он очень хорошо впитывается без следа без какой-то жирности главное он отлично работает в первую очередь имеющимся уже воспалениями с рельефом с пустак на если только большими курсами вы будете его применять обратите свое внимание опять же он не очень дорогой примерно там 900 рублей я думаю его за эту стоимость можно приобрести очень недооцененные средства этой гаммы и мне бы хотелось конечно к ним привлечь внимание ваше и дальше мы перейдем уже к последней категории наконец-то этот выпуск у нас очень затянулся думаю он будет просто огромный но зато все что я хотела я вам здесь рассказала это маски маски очень удобно просто взять добавить к своему базовому уходу и получить более глубокое очищение противовоспалительный эффект и так далее выравнивание рельефа возможно и первое о чем поговорим это урьяш и сиак отшелушивающая маска не путать ее с маской пленкой в этой гамме не так давно маска гаммаш к нам вернулась после обновления я не помню если честно уже вам сказала или нет что в прошлом году гамму и сиак ждали изменения там какие-то средства подверглись изменению состава какие-то только упаковки так вот маска гаммаш долго не возвращалась то есть мы получили уже всю эту обновленную гамму на маска гаммаш вот она ранее было потом вот после изменения на к нам не сразу вернулась очень долго ее не было и уже не знали вернется ли к нам вообще в продаже она вернулась достаточно большой классный объем если не ошибаюсь по моему 100 миллилитров что интересно здесь немного кислот здесь немного глины но она содержит отшелушивающие частицы частицы из целлюлоза гранулы они вообще незаметные у меня был такой небольшой отливан кто подписан на инстаграм знает и мне дала попробовать и подруга мне хватило на два применения мне подруга вообще уже купила вторую упаковку этой маски ей она безумно нравится здесь есть нюансы значит частицы незаметные практически глазу абсолютно но полирует кожу очень ощутимо если у вас чувствительная кожа кожи с куперозом но вы прямо заметите эффект у вас и покраснение скорее всего будет и так далее кто-то любит механические вот такие средства до которые будут именно как скрабы вот лучше вот скрабы с крупными частицами там полиэтиленовыми заменить как раз на вот эту маску здесь она более деликатная эти частицы из целлюлоза повторюсь на мой взгляд это более так практично экологично и так далее чем полиэтилен что получаем в первую очередь вот такую полировку кожа после нее сияет как чайник буквально начищенный просто отражает свет все это кажется очень каким-то жирным пленчиком но это просто сияющая очищенная кожа классно мне понравилось не используем на коже с воспалениями активными это надо понимать все что содержит абразивные частицы мы все убираем если у вас активная фаза воспалений но для работы там когда вы корректируете чем-то уже поставки либо просто хотите как-то отполировать так кожу 1 2 2 раза в неделю обратите внимание тогда на эту маску и правда рекомендую классные я куплю себе полный размер тогда закончу следующий вариант о котором хочется вам рассказать это филарга это маска refiner который я рассказывал в выпуске про новинки 21 года это мой огромный фаворит минувшего года опять же она у меня все пытается закончится но никак не заканчивается у нее необычная такая кремовая текстура она не застывает на коже в ней салициловой молочной кислоты экстракт юзу классно работает она щипет иногда кожу видимо когда кожа немножко такая у меня с повышенной чувствительности она ощутимо ее поджигает можно так сказать на что интересно она именно такой вот женя создает только пока она на вашей кожи говорю за себя но как только я ее смываю у меня абсолютно ровный белый тон кожи мне нет никаких покраснений нет воспалений проблем никаких работает немного с рельефом шикарно очищает поры высветляет цельные нити и так далее и от воспаления надо их уменьшает если конечно же это все в дополнение к основному уходу использую один-два раза в неделю наношу буквально пять-десять минут не больше и держать долго не надо и все это легко смывается но не в отличие от глиняных не застывает на коже и очень легко смывается без пересушивания кстати не сказала и сяк маска гамаш и и в принципе если у вас такая достаточно чувствительная кожа либо не хочется сильно полировать в ее можете нанести ровным слоем просто аккуратно смыть не массируя то есть конечно при смывании немножко окажет такой пилинг эффекта этими частицами но просто сильно не массируйте кожи если вы интенсивно будете это делать конечно у вас будет такой прям мощная такая полировка так вот филаргари файнер маска она эксклюзивная в том плане что это вышло 3 у масок таких серебряных субиках это эксклюзив вообще у магазинов сифара у них как я понимаю право на продажу этих новинок как было когда-то с гаммой oxygen glow когда она только появилась у них на протяжении года было эксклюзивное право на продажу этой гаммы и и нигде нельзя было больше купить то есть на поставках в аптеку не было совершенно то же самое с вот этими трио масками я не знаю станцию они в ассортименте или нет ну нам удавалось в аптеку их получить скорее это было такой момент который не должен был произойти но в основном это маска прозе продается вот все фаре точно когда-то есть наличие когда-то нет какие-то виды масок есть какие-то нет их три напоминаю у меня было две из них и вот рефайнер это очищающая с кислотами я надеюсь что мне удастся когда-то ее повторно купить и надеюсь что бренд оставит их в россии насовсем потому что у них в отличие от основных средств до бренда филарго цена очень классная то есть ну где-то до 2000 я ее купила за полторы но условным сифаре среднем ее цена 2000 рублей это нормально там тюбик 75 миллилитров и расход очень-очень низкие хватит ее действительно надолго и последнее средство сегодняшнего выпуска маска овен клинанс она очень многим любима но это мой большой антифаворит почему попадает в это видео потому что лично просто моей коже не подошло это средство это не значит что на плохое я хотела бы о нем все равно рассказать здесь сочетание кислот глины и скрабирующих частиц но не таких при приятных и деликатных как в маске ульяша сяко которые мы только что говорили здесь полиэтиленовые крупные частицы которые очень жестко скрабирует немного как на мой взгляд повреждают кожу все-таки такой полноценный скраб и люстру еще с кислотами я получила ожог от нее просто не для чувствительной совершенно кожи не для кожи с активными воспалениями более такой плотной кожи который хочется вот это очень глубокое очищение действительно создает вот эффект идеально очищенной кожи мне как я сказал уже она не подошла на ее очень многие любят если подойти к использованию с умом понимать что именно ваша ситуация она актуальна то обратите свое внимание пожалуйста на нее но используйте с осторожностью не чаще двух раз в неделю на этом у меня все получилось очень объемно я хотела все стараться уменьшать по времени в своих выпусках но сегодня не получилось зато большая актуальная подборка для проблемной кожи останется на этом канале и пожалуйста напишите в комментариях насколько такой формат усваивается что я не показываю текстуры что все в основном в картинках в основном в теории много достаточно средства сразу за выпуск что-то для себя вы приметили насколько это было для вас полезным пожалуйста если вы до сих пор не подписаны обязательно подпишитесь потому что это очень для меня важно и конечно же лайк под этим видео мне будет очень приятно спасибо что посмотрели уделили свое время и до новых встреч